Новый маршрут до юго-восточного микрорайона, подготовка к упальному сезону и другие темы обсудили чиновники Бердска. Сегодня прошло аппаратное совещание в городской администрации. Подробности в сюжете. В начале аппаратного совещания с докладом выступил заместитель руководителя управления ЖКХ Владимир Захаров. Он рассказал об исполнении гарантийных обязательств в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». У нас колейность 800 квадратных метров, недоработка у колодцев у 8 штук и недокрас или некачественный прокрас трубостоек около 56 штук. Эти работы производили наши подрядчики. Графики составлены. В ближайшее время они эти работы устранят, тем более они не такие трудоемкие. По сообщению начальника межрайонной налоговой инспекции номер 3 по Новосибирской области Елены Перемитиной, Бердск занимает четвертое место в области по уровню заработной платы. Что по сравнению с прошлым годом, заработная плата в Бердске выросла на 9,4% при среднеобластном приросте на 6,5%, то есть более высокие темпы роста. В Бердске завершилось голосование за благоустройство территории возле школы номер 11. Всего в нем приняли участие 8688 человек. Граждане отдали предпочтение одному проекту, это экопарк, это 4 тысячи голосов, 46% от общего числа. Молодежный парк набрал 2798 голосов, это 32%, и парк «Семья» набрал 1874, 21%. Во время купального сезона в Бердске планируется открыть пять пляжей, там организовали уборку прибрежных зон, матросы-спасатели сейчас проходят обучение. Кроме этого, с 1 июля меняется порядок открытия пляжей. Если сейчас пляжи открываются после приемки и составления акта приемки, то с 1 июля действует другой порядок, по которому открытие пляжей, руководителям пляжей достаточно подать декларацию о соответствии. Начальник транспортного отдела Надежда Нятина сообщила, что с 1 июня в Бердске начинает работать новый муниципальный автобус номер 10. Пройдет маршрут по улицам Полевая, Первомайская, Ленина, Вокзальная. Жители юго-восточного микрорайона и близлежащих улиц смогут с интервалом 35-40 минут проследовать центр города, горбольницу, школы и другие социально значимые объекты. Действуют на маршруты все установленные льготы, также имеются проездные билеты школьников и студентов. В Бердске завершили гидравлические испытания сетей. Выявленные дефекты устранили, сообщили директор КБУ Анатолий Пронюшкин. Во всех домах есть горячая вода. Сейчас делаем, выполняем плановые работы, готовим оборудование, готовим сети к следующему отопительному сезону. В этом году из ограничительных мер не состоится. Городской выпускной бал, сообщил руководитель управления образования Михаил Каркавин. Выпускные вечера пройдут только в школах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова